В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов. Уже известно, что пострадали 11 человек. 9 из них пришлось госпитализировать. На месте происшествия работает полиция. Все подробности у Светланы Чернецкой. Ну пока Скотланд-Ярд не называет случившийся терактом, но конечно же эту версию не исключает. На месте инцидента задержали одного человека. На видео видно, как несколько людей удерживают мужчину на земле. Правда, полиции подчеркивают, пока нет оснований его арестовывать, пока только допрашивают о случившемся. Инцидент произошел возле музея естественной истории. Здание тут же эвакуировали. Но соседние помещения, в том числе знаменитый музей Виктории Альберта, многочисленные рестораны, кафе и магазины в этом всегда многолюдном туристическом районе продолжают работать. Я предлагаю послушать мнение очевидца. Я услышала сначала пару громких хлопков, но подумала, что ничего страшного. Но когда люди начали кричать, собралось много людей, началась суматоха. Я поняла, что что-то произошло. И сразу тут же началась эвакуация людей. Я подумала, что, наверное, бомбу где-то заложили. И уже через минуту закружили полицейские вертолеты. Очень быстро приехало множество офицеров. Это было невероятно. Уровень террористической угрозы в Британии оценивается как серьезный. Это значит, что вероятность атак очень высока. Ну и тем более в этом году уже дважды в Лондоне случались намеренные наезды автомобилей на пешеходов. Первый раз в марте на Вестминстерском мосту. Возле здания парламента в самом центре погибло пять человек, включая нападавшего. И тогда ранено было около сорока. В июле террористы совершили наезд на пешеходов на Лондонском мосту. Сначала фургон выехал на тротуар, а потом трое мужчин начали атаковать людей с ножами. Тогда погибло восемь человек. Десятки получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Так что понятно, что как только случился сегодняшний наезд, то в первую очередь подумали, что это теракт. Но полиция не спешит с выводами, пока мотив произошедшего только устанавливается.